приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня в преддверии светлого праздника Пасхи хотим поделиться с вами нашим фирменным рецептом буженины для приготовления мы взяли свиной надпочечник вот такую вот штучку достаточно сочное мяско и в то же время вот я не люблю очень жирное мясо в принципе можно приготовить из шеи но шею мы приготовим по-другому в первую очередь мы эту буженинку этот окорочок так сказать нашпигуем и замаринуем для того чтобы нашпиговать я приготовил свиное сало вот так вот порезал для того чтобы оно сочное было приготовил чесночок и приготовил лаврушку для маринада я буду использовать дижонскую горчицу и соль с перцем так друзья приступим для того чтобы мяско хорошо замариновалось накануя его тендерайзером процедура это совершенно необязательная всю жизнь мой папа мой дед сделал пасхальную буженину без этой новомодной штуки ты ларисе подарил как-то по случаю главное руки себе не затендеризировать суть в том что здесь лезвия если вы не знаете делают проколы в мясе и лучше маринад такой аналог шприцеванию но так я думаю будет достаточно теперь друзья наш пибуем нашу буженинку вдоль волокон делаем глубокие надрезы вот такие и в надрез помещаем кусочек сальца зубчик чеснока и кусочек лаврушечки лаврушечку конечно потом когда мы будем уже кушать готовую буженину придется выковыривать вот этот момент как бы отрицательный но вкус получается очень классный поэтому лаврушечку ну по желанию если у вас есть такое желание выковыривать ее потом из готовой буженинки то можно ее туда так сказать определить а вот сальца и чесночок обязательно кошка тоже так считает но нельзя тебе свинину нельзя я б тебе дал бы с удовольствием не вздумай на стол пожалуйста залезть сало можно побольше самом буженину не испортишь друзья как хочется мяско как хочется мяско и кусочек лаврушечки точно так же поступлю со всем кусочком буженинка нашпигована теперь надо ее хорошенько засолить это не сахар у нас случайно отлично то сахаром засыпать буженину вот так вот прямо обсыпаем со всех сторон хорошим толстым слоем соли мясо возьмет свое лишнего ему не будет то есть мы его не пересолим таким вот образом далее по желанию по перчим мясо но вот желание у меня такое есть только что поджарили и смололи черного ароматного перчика я люблю мясо с большим количеством черного перца вы же перчите по желанию кстати лариса просто не любит горошки а обычно в эти штучки я еще туда горошки перец горошек засовываю в прокол имеется ввиду мы уже что-то у нас сработало но ничего страшного такой вот прекрасный окорок отлично поперчил его теперь друзья последнее действие дижонская горчица хорошенько обмазываю окорок дижонской горчицей кстати хочу сказать что запекать мы его будем в пластиковом рукаве для запекания можно запекать и в фольге но в фольге у нас есть большой риск что бульончик который будет очень вкусный который будет вытекать при запекании из мяса мы просто потеряем а потерять его не хочу потому что это самый лучший самый вкусный соус для буженины но я вам покажу всю эту штучку чуть позже вот таким вот образом друзья полностью обмазываю наш окорок дижонской горчицей и отправляю его на ночь в холодильник а завтра приступим к приготовлению буженинка мариновалась сутки немножко вываливаем ее вот в том сачке в котором вот так вот хорошо чтобы она вся была равномерно покрыта собственным соком теперь помещаем ее в пакет для запекания запекания имеет верх и низ вот эта штучка там где нам где запаяна тут даже есть какая-то перфорация для воздуха это у нас вверх ассистируй красивенько вот красивой стороной и отверху теперь надо с двух сторон завязать пакет но завязать его не плотно чтобы там оставался воздух вот примерно вот так вот то есть не старайтесь выдавить весь воздух из пакета для запекания пусть он там остается в это время духовка разогревается до температуры 180 градусов больше не надо так мы хотим иметь самую сочную и самую вкусную буженинку 180 градусов будет как раз самый раз помещаем нашу буженинку в духовку на 50 минут температура духовки 180 градусов естественно буженинку ставим либо на сковородку без ручки либо на противень но мы используем у нас для таких целей есть специально приготовленная сковородка без ручки а через 50 минут будем формировать красивую золотистую корочку на нашем окороке через 50 минут достаем нашу буженинку из духовки пахнет так как пахнет так как духовку не выключаем аккуратненько делаем надрез главное чтобы у нас не выйти к сок никуда и делайте это очень аккуратно потому что внутри будет горячий пар нам надо немножко развернуть пакетик но при этом не повредить его так чтобы не вытек сок здесь это самое ценное друзья это будет такой соус для буженины просто невероятный теперь берем ложечку поливаем соком сверху нашу буженинку горяченькая и отправляем ее в духовку еще буквально на 10 на 15 минут для того чтобы образовалась такая вот немножко подпеченная корочка у нее еще через 10 минут достаем нашу буженинку из духовки красотуленько какая даем ей полностью остыть друзья и будем дегустировать поверьте это будет нечто это просто она так пахнет уже уже можно захлебнуться слюной ну давайте не будем забегать вперед а где-то через часок ее разрежем и я вам расскажу какая-то вкуснотень буженинка дорогие друзья остыла ой слюнки текут давайте попробуем что получилось просто красота невероятная на мой взгляд сейчас покажу ее крупным планом полюбуйтесь пожалуйста друзья какая красота просто невероятная она реально сочная она такая классная с корочкой давайте попробуем я просто вожделею этой буженинки ну что кота я уже накормил бужениной теперь полакомлю самки и что мало тебе мало вот один кусочек так лаврушечку надо из нее вынимать естественно ну я же тебе уже дал нежнейшая просто нежнейшая очень сочная еще можно сделать вот так вот соус который у нас получился который мы слили из пакета если б не было горчица это был бы демиглас но так как там есть горчица получился вкуснейший соус к мясу просто потрясающе друзья настолько вкусно я вам передать не могу но вы должны попробовать это сделать с удовольствием вам представляем нашу фирменную буженину к вашему праздничному столу дорогие хозяйки приготовьте на праздник своим мужчинам такую буженину и поверьте они будут в восторге просто сюда бы рюмочку водочки еще это был бы просто ну самая лучшая еда в мире наверное пробуйте если у вас есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях с удовольствием отвечу на все вопросы естественно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх если видео вам понравилось а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты друзья делайте домашнюю буженинку она реально потрясающая она тает во рту всего доброго пока пока пока